Здравствуйте, меня зовут Анатолий Рясов, мы находимся в первой музыкальной студии МАСФИЛЬМ. Итак, звукозапись и философия, такая экзотическая тема, понять, как пересекаются эти две сферы или, если сформулировать чуть точнее, зачем вообще может быть нужно вслушиваться в звук из пространства философии. Для того, чтобы попытаться на этот вопрос ответить, мне кажется важным к нему подступиться с темы техники, с проблемы звукозаписи и всего, что связано с оборудованием. Дело в том, что сегодня практически любой разговор о звуке мы начинаем с обсуждения оборудования, с разговора о плагинах, приборах обработки, пультах, микрофонах. 90%, наверное, это не будет преувеличением всех звукорежиссерских разговоров, является обсуждением какого-то оборудования. Сегодня для того, чтобы просто на автобусе объехать территорию такой крупной выставки звукового оборудования, как, скажем, ISE в Амстердаме или Music Mass во Франкфурте, потребуется около 15 минут, чтобы, не заходя в павильоны, просто объехать эту территорию. Для того, чтобы осмотреть один-два павильона и все стенды, которые там есть, потребуется несколько часов. Есть все основания думать, что с каждым годом количество оборудования не будет уменьшаться. Появляются новые страны, которые производят новые микрофоны, новые пульты. Количество павильонов расширяется, увеличивается. Человек, который начинает заниматься звукозаписью, молодой инженер, который приходит в студию, оказывается в ситуации гораздо более сложной, чем та, которая была перед нами еще 10-15 лет назад, не говоря о середине 20 века, скажем. Потому что уже скоро, видимо, если еще и до сих пор не введен такой предмет в вузах, нужен будет предмет «История техники». Как развивалась техника, как она появилась, как произошел переход от аналоговых магнитофонов к цифровым станциям, и насколько этот переход был радикальным, и так далее, и так далее. На мой взгляд, если попробовать посмотреть на всю эту проблему совсем с другой стороны, есть такой немецкий философ Мартин Хайдегер, который в своих работах, в ряде своих работ, сформулировал то, что он назвал вопросом техники. Если посмотреть из этой сферы, то получается очень интересная ситуация, где мы уже изначально находимся внутри технического мира и смотрим на, в нашем случае, на звук, как на нечто, что мы контролируем с помощью техники, условно говоря. Для того, чтобы просто попробовать как-то указать на то, что возможен взгляд на звук совершенно из другой области, книга, которая, кажется, мало известна в звукорежиссерской практике, в звукорежиссерской сфере. Человек, который, если я правильно произношу его имя, это Don Eat, книга называется Listening and Voice. Вот этот взгляд совершенно из другой области, хотя человек владеет техническим языком, но это взгляд из области восприятия звука. Восприятие звука, не имеющего отношения к технике, микрофонам и каким-то наработкам звукорежиссерским. В каком-то смысле то положение, в котором сегодня находится звукорежиссер, в этом мире, который можно назвать перенасыщенным техникой, он находится в положении, когда-то сформулированным знаменитым физиком Вернером Гейзенбергом. Человечество оказалось в положении капитана корабля, чей корпус прочно закон в сталь и железо, он уже не может сдвинуться с места, и компас указывает вместо севера на стальную массу самого этого корабля. Когда мы начинаем разговор о звуке с техники, он всегда будет начинаться не сначала, он будет начинаться с середины. И, что поразительно, вот этот технический мир, он никак не зависит от размеров студии. Казалось бы, в маленькой студии, где ограниченное количество оборудования, мы можем меньше задумываться о проблемах выбора того или иного микрофона и больше думать, условно говоря, о каких-то творческих моментах. В действительности это не всегда так. Осуществляя запись в крупной, в большой студии, к примеру, как мы сейчас находимся в первой студии Масфильма, где большой парк микрофонов, где много внешней обработки и так далее, здесь есть возможность посмотреть более широким взглядом на вещи, и очень важный момент — отсеять всю ненужную технику, которая не нужна для решения конкретной задачи, конкретной записи. Второй момент, что когда мы выходим в оркестровый, скажем, зал, мы начинаем задумываться не только о микрофонах, преампах и так далее, мы думаем еще, скажем, об акустических моментах. Это очень важно. Но при всем при этом мы все еще не выходим полностью за пределы вот этого технического мира. Еще одним проявлением, отличием работы, скажем, на аналоговой консоли от работы в программе является такой момент, вот этот спор аналога и цифры, который бесконечный, когда говорят о звучании, о разнице в звучании. Это очень важно, что эта разница слышна. Но, на мой взгляд, очень важным вторым моментом работы на аналоговом пульте является возможность сделать вот так, во время микса, просто убрать фейдеры, начать микс сначала. То, что почти никогда, или, как правило, мы не делаем во время сведения in the box, когда мы не щелкаем мышкой на индикатор, чтобы все фейдеры встали в ноль. То есть мы занимаемся чем-то другим. Мы вносим изменения в уже существующую сессию. Мы не начинаем микс заново. Это не плохо и не хорошо, это просто два принципиально разных подхода к сведению. И работая только одним образом, если мы сводим на пульте, мы меньше погружаемся в детали, если мы сводим в компьютере, мы занимаемся исправлением деталей. Это вот к вопросу о широте взгляда, о возможности смотреть на свою работу с совсем разных сторон. Какой взгляд возможен изнутри техники? Есть такая известная книга звукорежиссера Боба Катца, называется «Мастеринг аудио». Она, наверное, многим знакома. Тем, кому незнакомые, можно порекомендовать, как содержащую массу полезной для работы информации. Тем не менее, я хотел бы обратить внимание на такой достаточно симптоматичный подзаголовок этой книги. Он звучит «Become a master of audio». «Стань хозяином звука», условно говоря, это можно перевести. Он такой слоган, яркий, понятно, что его хорошо разместить на обложке. Но что это за взгляд «Стань хозяином звука» и откуда он идет? Если пытаться в этом разобраться, нравится нам это или нет, этот взгляд идет от французского философа Рене Декарта, который, на самом деле, не так давно, если мыслить широко, сформулировал то, что мы сегодня понимаем под научным взглядом на мир, частью которого является техник, как инструмент науки в первую очередь. И что это за взгляд? Декарт придумал субъекта. Субъект — это тот, перед кем исследователь, перед которым разворачивается мир, как предмет его исследования. Для того, чтобы наука состоялась, у человека должен быть взгляд на мир, в нашем случае на звук, как на нечто, что поддается измерению, вычислению, нечто, с чем можно начать работу. Что это означает? Это означает, что то, что не поддается измерению, вычислению, если такой присутствует, в этот фокус этого взгляда не попадет. Она не будет важным, она будет оставаться всегда на периферии. В этой связи интересно вспомнить, например, ответы еще одного известного звукорежиссера Хайдена Бенделла на мастер-классе. То есть он занимался сведением. На вопрос, какие вы сейчас добавили частоты, скажем, на бас-гитару, он, человек пожилой, надевал очки и говорил, сейчас подождите, я посмотрю. Когда его спрашивали, а почему вы добавили эти частоты, он давал всегда один и тот же ответ. Because it sounds nice. Потому что это звучит красиво, звучит хорошо. Потому что это было не издевательство, я абсолютно в этом убежден, это был очень честный его ответ. Соответственно, на каком основании принимается решение, почему это звучит хорошо? Самый логичный ответ, что это опытный звукорежиссер, ему не нужно смотреть на частоты, на эти, которые он добавляет, он уже давно прошел этот этап. Мне кажется, что этот ответ будет неполным. И, конечно, у нас есть всегда в запасе второй взгляд. Всегда, если особенно говорить про запись музыки, это взгляд из области искусства. Соответственно, звукозапись – это нечто между наукой и искусством, условно говоря, между техникой и искусством. И если мы посмотрим из области искусства, то мы говорим о вопросах уже творческих, о вопросах, не поддающихся вот такому расчету, казалось бы. И вроде бы это и уравновешивает вот этот бездушный технический мир. На самом деле, если мы чуть подробнее пытаемся погрузиться в вопросы искусства, то окажется, что мы воспринимаем, когда мы говорим о музыке, мы чаще всего начинаем говорить о жанрах, о неких структурах, сообщениях композитора, скажем. Сообщения имеют свою драматургию, прологи, эпилоги. Они выстраиваются в какие-то более сложные комбинации, более сложные структуры, похожие или не похожие на произведения других композиторов. Все это выстраивается в такие цепи аналогий. Один влияет на другого. Если мы попробуем понять, что это за взгляд, то окажется, что это опять тот же самый взгляд через субъекта. Мы снова приходим почти к тому же самому, к некому раскладыванию всего систематизации жанров искусства. Но вот что интересно, когда мы слушаем музыку, нам далеко не всегда нужно представлять инструменты, на которых это исполнено. И музыку можно слушать совершенно иначе. Иными словами, можно привести такой пример. Люди, даже далекие сегодня от музыки, очень редко предъявляют этому жанру претензии, условно говоря, которые часто предъявляются очень многим другим жанрам, скажем, живописи. То есть от музыки никто не требует, чтобы она была похожа на нечто в окружающем нас мире, чтобы она что-то изображала из этого мира. Мало кому приходит в голову предъявить претензии, скажем, Мессиану или Стравинскому, потому что они плохо, непохоже изобразили природную стихию. Скажем, Вивальди и Гайден сделали это лучше. Это будет вызовет смех у многих даже, у кого нет музыкального образования. И иными словами, музыку, когда мы ее слушаем, мы не можем ясно сформулировать, что доносит нам музыка. Музыка изначально себя представила как нечто, обладающее правом быть не до конца ясным. То есть атеист и верующий могут слушать Баха с одинаковым упоением и получать от этого какие-то эмоции. Эмоции от музыки могут быть самыми разными, порой противоположными, такими как гнев, раздражение, наоборот, упоение, даже слезы. Зачастую люди не могут объяснить, почему музыка действует на них именно таким образом. В данном случае нам раскладывание, скажем, этой музыки на частоты никогда не сможет помочь до конца. И мы не сможем просчитать до конца, каким образом эта музыка должна воздействовать. Потому что у нас нет ясного критерия о том, что является смыслом музыки. И я бы попробовал это высказать таким образом. Слушая музыку, мы попадаем в ту область, часто попадаем в ту область, когда нет ясных смыслов. И вот если попробовать очень коротко сказать, чем занимается философия, то, на мой взгляд, философия как раз пытается работать с тем, что до смысла, с тем, что до значения. И любой звук оказывается в этом случае абсолютно неясным. Этот взгляд нам может быть нужен для того, чтобы осознать, что те задачи, которые нам ставятся даже в самых каких-то бытовых ситуациях, допустим, в работе в кино, режиссер картины может поставить задачу самую странную, что, допустим, герой плачет под водой, и слезы должны быть подчеркнуты неким звуком. Ну, нужна вот такая задача режиссеру фильма. В этом случае совершенно бесполезно будет просчитывать, какого рода частоты, какого рода жанр, что нам может помочь в том, чтобы эти слезы произвели впечатление, чтобы этот звук этих слез произвел впечатление. Должен ли он быть похожим на звук слезы, который катится в реальной жизни, или он должен быть, или это должен петь готический хор, или это должен быть какой-то скрежет, непонятно. То есть там нет четких, ясных критериев. Для того, чтобы погрузиться вот в эту область звука до смысла, до значения, нам придется выйти из сферы техники и вообще, наверное, из сферы звукозаписи, в широком смысле. Для того, чтобы понять, что такое звукозапись, нам придется выйти из области звукозаписи, потому что, занимаясь звукозаписью, до конца понять, что такое звукозапись, нельзя. Для этого нужно выйти в область, условно говоря, рефлексии над ситуацией, и тогда появляется взгляд совершенно из других областей, скажем, из области семиотики, феноменологии и так далее, то, о чем я попробую рассказать в следующий раз.